Более 25 миллионов рублей было потрачено в 2017 году на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы развития транспортной системы. Ее основная цель – повышение безопасности дорожного движения за счет пропускной способности городских магистралей, культуры вождения и других необходимых требований. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Обязательства по исполнению муниципального задания мэрия возложила на Центр организации дорожного движения. Существующая в столице Черноземья уже 4 года. Именно это учреждение следит за тем, чтобы городской транспорт был оснащен спутниковой системой ГЛОНАСС. Лишь в этом случае можно получить лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Если же навигационное оборудование вышло из строя, то перевозчики несут за это административную ответственность. В минувшем году было изъято 85 карт маршрутов регулярных перевозок за то, что на линии подвижного состава не работала система ГЛОНАСС. Только услуги по диспетчерскому обслуживанию городского транспорта с использованием спутниковой навигации принесли доход городу в размере почти 16 миллионов рублей. Но всех проблем это все равно не решает. Закручивание гаек и ужесточение мер не увеличат количество перевозчиков и транспортных средств. Мы сейчас на себя замкнем систему ГЛОНАСС. Будем отстой. Уже не частные там лица будут, а заниматься будет СОДД. Сейчас пока опробируем на двух автотранспортных предприятиях, как у нас будет получаться. Это коммерческая услуга. В общем, с помощью этого будем дисциплинировать. Поверьте, что на сегодняшний день перевозчику достаточно нарушений. С любым можно расторгнуть договор на перевозку. Но кто нас будет дальше возить? Только в 2017 году в результате проведения совместных рейдовых проверок с управлением ГИБДД направлено 327 фотоматериалов по нарушению водителями городского пассажирского транспорта правил дорожного движения. Но даже штрафные санкции не останавливают водителей маршруток от неоправданного лихачества. Увы, гонки на дорогах уже стали обычным явлением для горожан. Три раза на пешеходном переходе лично меня чуть не переехал маршрутчик. Я думаю, каждый здесь сидящий в зале и каждый, кто у нас в городе живет, постоянно подвергается опасности, которой людей подвергают вот эти люди, которые устраивают гонки на дорогах. Три ряда едут, высаживают из третьего ряда пассажиров, давят людей на пешеходных переходах и многое другое, то, что эти люди вытворяют. Так себя не ведут никакие водители вообще транспортных средств в городе, кроме наших любимых, уважаемых маршрутчиков. Неудивительно, что сегодня основные жалобы горожан касаются не столько качества подвижного состава, сколько культуры вождения водителей. Да никак не устраивает, потому что постоянно, когда едешь в транспорте, один водитель связывается по мобильному телефону во время езды с другим. Ты знаешь, тот вот за мной идет, а не дай бог еще конкурент с другого маршрута, они едут на перегонки среди бела дня. Это вообще немыслимо. Наверное, нужно какой-то тестовый отбор делать водителям общественного транспорта, потому что нужно отсеивать точно лихачей, я так понимаю, хамов, потому что такие тоже встречаются. Это не про культуру вождения, но в принципе про культуру. В минувшем году сотрудниками отдела линейного контроля Центра организации дорожного движения проведено 726 проверок в отношении соблюдения предприятиями-перевозчиками своих обязательств, из которых было выявлено 370 случаев нарушений в части перевыпуска или недовыпуска подвижного состава, ненадлежащего санитарно-технического состояния и многое другое. На сегодняшний день у нас 13 перевозчиков, почти полторы тысячи транспорта выходят, а у меня линейный контроль всего 5 человек. Представляете, ну, это, естественно, недостаточно, чтобы охватить все. Решить эту проблему власти намерены совместно с госавтоинспекцией, службами дорожного надзора при активном содействии самих воронежцев. По звонку от пассажиров обязательно нужно принимать какие-то меры, вплоть до штрафов. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал.